Добрый вечер, дорогие друзья! Я Георгий Крапетян, ваш личный доктор. В ближайшие 30 минут 2-59-59-00. Название нашей программы и телефон студии, по которому я принимаю ваши звонки и отвечаю на все вопросы. Итак, моржевание. Сегодня мы поговорим про это. Если вы находитесь за пределами Красноярского края или не успели к экранам своего телевизора, то можете посмотреть программу на своем смартфоне на сервисе Пирс ТВ. Итак, моржевание. На этой неделе предстоит нам всем, всей православной России, наверное, встретить один из главных христианских таинств. Это крещение. В переводе с греческого, кстати, как крещение, формулируется как погружение в воды. И в свое время, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в возрасте 30 лет, окунал в реку Иордан, я бы хотел уйти в технические подробности. В то время, в это время, примерно в реке Иордане, Иордан, температура воды от 12 до 18 градусов. И что же происходит теперь, когда, участвуя в крещениях или в крещенские морозы, мы, опять же, многие из нас принимают участие в этом христианском таинстве? Самая большая проблема, на самом деле, является не той категорией людей, которые постоянно занимаются моржеванием, а та категория людей, которая примерно раз в год или, может быть, раз в пять лет принимает решение участвовать в окунании в проруби. Что такое моржевание? Это постоянная подготовка собственного тела и организма к воздействию низких температур. Воздействие низких температур может быть воздушной средой или непосредственно водой. Чаще всего моржи, которые мы с вами знаем, мы с вами их видим частично, среди многих знакомых это есть. Это люди, которые любят круглогодично окунаться либо в холодную воду, либо обливаться холодной водой, либо принимать холодный душ. И это приводит к постоянной тренировке сердечно-сосудистой системы. Если же взять человека неподготовленного и окунать его в холодную воду, если использовать наш ближайший водоем, это река Енисей, температура воды, которая в зимнее время года примерно от 2 до 4 градусов, потому что мы знаем, что гидроэлектростанция Дивногорская осуществляет забор воды со дна, где температура воды постоянно, наверное, около 0 градусов, и летом успевает прогреваться только до 5-6 градусов максимум. Так вот, если в эту воду очутиться человеку неподготовленным, то возникает так называемая холодовая травма. Это характерно, многие даже это сравнивают с травмой, знаете, во многих писаниях, как ударить бревном или ударить поленом. Так то же самое происходит удар холодом. Почему я привожу такие простые формулировки для того, чтобы было понимание? Я сейчас нарисую простую схему о строении кожи. Вот такая толщина примерно кожи схематично, и природа заложила в нас определенные, наверное, системные и продуманные системы или схемы. В коже находится очень много рецепторов, в том числе и тепловые рецепторы. То есть рецепторы, которые раздражаются под действием более высоких температур, то есть когда наступают перегревы вплоть до ожогов, они располагаются ниже, а холодовые рецепторы гораздо выше. Как это можно легко проверить и понять? Даже если мы случайно засунем палец или руку в горячую воду, то первым делом ощущается холод, потому что раздражаются прежде всего холодовые рецепторы, и организм реагирует. То есть сигнал передается головному мозгу для того, что существует какая-то опасность. То есть наш организм, природа заложила таким образом, что прежде всего защищает нас от переохлаждения. Соответственно, холодовая травма, о которой я озвучил, является достаточно серьёзным испытанием для организма и требует того, чтобы мы избегали её, либо подготовились к ней. Конечно же, подготовка к ней, то есть так называемое моржевание, в котором принимают участие, ещё раз повторю, сотни, десятки, тысячи людей, которые с определённого возраста при постоянных тренировках, практически ежедневных, используют низкие температуры для того, чтобы подготовить кожу, для того, чтобы подготовить подкожжировую клетчатку, мышечную систему, сердечно-сосудистую систему, гормональную, нервную систему, которая может в результате холодовой травмы сыграть очень злую шутку. Каков риск формирования тех или иных осложнений, если мы говорим о холодовой травме? Представим себе ситуацию. Я уверен, что на следующей неделе, после того, как пройдёт у нас Крещение, кстати, вы знаете о том, что синоптики обещают достаточно низкие температуры к концу недели, это крещенские морозы, и вроде как минус 25 и ниже, то есть в это время все те, кто считают, или за счёт общего массового ажиотажа пытаются нырнуть, или окунуться в холодную воду, в прорубь. На следующей неделе мы видим повышение пневмонии, количество обращений, гайморитов, синуситов, фарингитов и многих других заболеваний. Я уж не говорю о более серьёзных проблемах, которых я два слова, безусловно, скажу. А вся проблема в том, что когда это всё находится в общем ажиотаже, когда десяток моржей, подготовленные к этому при определённой системе, ныряют в прорубь, а вокруг стоят люди, которые считают, что тоже можно использовать эту возможность и приобрести дополнительно здоровье, к сожалению, в 90% случаев неподготовленный организм претерпевает определённые изменения. Безусловно, сейчас за экранами телевизоров находятся люди, которые наверняка ныряли в прорубь и говорят, да я себя прекрасно чувствую, всё отлично. Я говорю о среднестатистическом количестве людей, у которых возникают те или иные проблемы со здоровьем после использования холодной воды или охлаждения для неподготовленного организма. А как готовятся моржи, так называемые моржи, то есть те люди, которые могут безболезненно, а может быть и, может быть, я как хирург об этом говорю, и, может быть, и полезно для собственного здоровья использовать низкие температуры. Сейчас мы прервёмся на короткую рекламу, прослушаем прогноз погоды на завтра, после которой мы продолжим тему моржевания. 2-59-59-00, название программы и телефон в студии, по которому я принимаю ваши звонки, и тема сегодняшней передачи – моржевание. Итак, мы остановились на том, как же строится система моржевания. Как специалист хирургической специальности я могу сказать лишь общие принципы для того, чтобы всё-таки принимать активное участие в процессе так называемого закаливания. Для этого есть специальная подготовка, для этого есть специальная литература и так далее. Но общий принцип, ещё раз для понимания, заключается в следующем. Это системное использование холодовых низких температур для подготовки организма. Системное использование начинается с очень простых манипуляций, особенно если речь идёт о детском возрасте, подростковом возрасте, потому что некоторые родители пытаются всё-таки заставить или не заставить, или приобщить своё чадо к активному закаливанию. Но я хочу остановить немножко мысль и пыл родительский, для того, чтобы это делать с умом и без фанатизма, поскольку низкие температуры чаще всего способны нанести гораздо больше вреда, чем принести пользу. Итак, чаще всего моржевание начинается с неких протираний, если речь идёт о привыкании к контакту с водой. С точки зрения физики, если мы все её прекрасно помним, самое быстрое переохлаждение организма, живого, млекопитающего, коим мы относимся, люди к млекопитающим, происходит в воде. Почему? Потому что это стопроцентно влажная среда, потому что конвекционная передача тепла, то есть контактная передача тепла происходит мгновенно. То есть молекулы, которые находятся возле тела, охлаждённой воды или холодной воды, температура тела, соответственно, 36-37, если вода даже 10 градусов или 5 градусов, то мы согреваем молекулы, которые находятся возле тела, ускоряются, они отходят от тела, тут же находятся другие молекулы. С воздухом всё гораздо медленнее, гораздо проще, соответственно, в воздухе переохлаждение наступает гораздо медленнее, потому что напрямую скорость переохлаждения человеческого организма или организма млекопитающего зависит, если мы говорим об окружающей среде, от влажности, от скорости ветра и, конечно же, непосредственно от низких температур. Поэтому использование воды в системе закаливания должно быть очень грамотным, умным, аккуратным и, самое главное, без фанатизма. То есть чаще это начинает, ещё раз повторяю, с протирания. Нужно понимать общие только схемы взаимодействия организма с окружающей средой. Мы с вами, млекопитающие, должны постоянно поддерживать свою температуру тела, иначе органы и системы не то что не смогут функционировать, они смогут сыграть определённую фатальную роль в нашей жизнедеятельности. Я прервусь на секунду, у нас есть вопрос со социальных сетей. Татьяна спрашивает, назовите, пожалуйста, показания и противопоказания для моржевания. Я резко против того, чтобы мой муж стал моржом. Татьяна, ну здесь я думаю, что нужно будет вести определённый диалог с мужем, хочет ли он быть моржом, или, видимо, он пытается быть моржом, а вы сопротивляетесь. Противопоказанием является наличие тех или иных хронических или сопутствующих заболеваний, коих речь идёт чаще о сердечно-сосудистых заболеваниях. Почему это опасно? Сердечно-сосудистые заболевания, то есть я хочу простой пример привести для всеобщего понимания, что происходит с нашими сосудами. Вы все знаете, что на первом месте, на первое место причиной смерти практически во всём мире являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Значит, стенка сосуда вот таким образом устроена. В ней находятся наиболее важные элементы для обеспечения жизнедеятельности, форменные элементы крови, такие как эритроциты. Вот таким образом я нарисовал. Это такие клетки, которые двигаются в жидкости, там ещё есть другие клетки, лейкоциты, тромбоциты, лимфоциты. Но мы обратим внимание именно на эритроциты, которые переносят кислород, которые обеспечивают основную жизнедеятельность. Такие грозные заболевания, как инсульт или инфаркт, чаще всего связаны с закупоркой сосуда, и в орган, в ткани не попадают достаточное количество или вовсе не попадают эритроциты для того, чтобы обогащать кислородом. И буквально счёт идёт на минуты и на часы, когда погибают ткани или орган. Если мы говорим, допустим, известный всем инфаркт миокарда или инфаркт мозга. Но инфаркт мозга может быть ещё проявляется кровоизлиянием, когда наоборот происходит повреждение стенки сосуда, кровь изливается в вещество мозга. Это тоже инсульт, называется геморрагический, то есть кровоизлияние в мозг, и это приводит к повреждению вещества мозга непосредственно форменными элементами. Итак, что происходит? Почему сосуды нам важны? Почему сосуды нам нужны? Что такое сопутствующие заболевания? Допустим, эндортерииты, атеросклероз, сахарный диабет. При этом повышается риск тромбообразования. На стенке сосудов происходят определённые химические изменения, которым способен прилипнуть тот или иной эритроцит. Постоянный нормальный кровоток, так называемый большей частью ламинарный, обеспечивающий пульсацией сосудов за счёт работы сердца, он обеспечивает постоянное движение эритроцитов, которые не слипаются, то есть отсутствие слипчивого процесса. Это обеспечивает различные химические элементы и так далее. Так вот, если происходит любое воздействие, термическое, химическое, на фоне сахарного диабета, на фоне повышения холестериновых бляшек, которые формируются и так далее, то есть наступает слипчивый процесс. Эритроцит может прилипнуть к стенке, а к прилипшему эритроциту, проходящий, как бы от него спотыкается, он тоже прилипает и таким образом формируется тромб. И в конечном итоге тромб способен закупорить сосуд и создать тромбоз. То есть это может привести к тромбозу любого абсолютно органа, но общеизвестные, ещё раз повторяю, все знают, инфаркты и инсульты. Но при холодовых травмах способны страдать, безусловно, конечности, почки, печень, селезёнка, органы желудочно-кишечного тракта и так далее. Мы сейчас прервёмся на короткую рекламу. Напомню, телефон студии 2-59-59-00, по которому я принимаю ваши звонки и отвечаю на все ваши вопросы. И тема сегодняшней программы – моржевание. 2-59-59-00, телефон студии, название нашей программы, по которому я принимаю ваши звонки и отвечаю на все ваши вопросы. Итак, я нарисовал примерную схему остроты процесса при воздействии в данном случае холодового стресса или холодовой травмы для неподготовленного организма или для организма сопутствующей патологии. Ещё раз напомню, то есть эритроциты, которые могут сформироваться в тромб, формируя сливчивый процесс в результате воздействия холода. И это приводит к тромбозу, закупорке сосуда. Соответственно, кислород и другие питательные вещества не проникают тканям, и это приводит к катастрофическим изменениям, а не просто к какому-то патологическому процессу. Екатерина спрашивает, где граница, на которой заканчивается закаливание и начинается моржевание? Прекрасный вопрос. Я думаю, что это риторика и игра слов, потому что что такое закаливание? Это процесс подготовки организма к правильному восприятию низких температур. Понятно, что роль играет индивидуальная особенность, генетическая предрасположенность к тем или иным проблемам, играет роль соматическое состояние, то есть размеры нашего тела, состояние подкожно-жировой клетчатки, толщина кожи, работа мышц и так далее, и плюс длительность воздействия холодовой температуры. На каком-то определенном этапе, я смею предположить, когда происходит системная подготовка организма к воздействию холода год, два, три, десятки лет некоторые, и они, эти люди считают или зачисляют, я думаю, самостоятельно себя категорией моржей, то есть те люди, которые может быть без предварительной какой-то подготовки способны окунаться в холодную воду, способны проплыть в холодной воде, и мы знаем такую категорию, кстати, людей, в том числе наших земляков, которые длительное время в холодной воде, в зимнее время смогли проплыть несколько часов. Но здесь на самом деле воедино складываются индивидуальные особенности организма и подготовка этого организма. Но я хочу в любом случае остановить мысль. Каково бы наше сознание, оно способно нас обмануть? Каким образом? Нам кажется, что мы способны стерпеть этот холод, нам кажется, что вот потерплю, я молодец, я сильный. То же самое происходит, кстати, во время вот крещения, когда люди неподготовлены, окунаются в ледяную воду, потому что кажется, что это хорошо, это полезно, я смогу, все же делают. То есть наш мозг обманывает всё-таки наше тело. Окунаясь в воду, мы получаем серьёзный стресс. Безусловно, психологическая подготовка, она изменяет гормональный фон и каким-то образом, в любом случае, немного с точки зрения физиологии, готовит нас к этому стрессу холодовому. Но с точки зрения воздействия, оно так или иначе для неподготовленного организма вредно и вызывает любые, абсолютно любые заболевания, связанные, как я сказал, с обострением сердечно-сосудистых серьёзных проблем, заканчивая иммунными проблемами, приводящими к простым, так называемым, общеизвестным заболеваниям пневмонии, которое может закончиться достаточно плачевно. У нас ещё один вопрос, Анна спрашивает, если моржи такие закалённые, значит ли это, что им ни почём простуды и ОРЗ? Ну, конечно же, нет, Анна, спасибо, хороший вопрос, он позволит мне немножко шире раскрыть тему, потому что простуда, так называемый, и ОРЗ связана с бактериальным или вирусным поражением нашего организма, ослабленного нашего иммунитета в связи с наличием сопутствующих заболеваний или воздействием вредных факторов, стресс, это является вредным фактором, либо холодовая травма. То есть холод приводит к снижению возможности иммунного ответа, и бактерии и вирусы, находящиеся вокруг нас миллиарды миллионов, пользуясь моментом, когда организм ослаб, вызывают то или иное заболевание в виде простуды или ОРЗ. И чем отличаются, так называемые, закалённые люди или моржи? Тем, что воздействие холодовой температуры они выдерживают чуть дольше, они выдерживают достаточно комфортно, соответственно, не получают того стресса, который может получить неподготовленный организм, и иммунитет адекватно отвечает во время холода. То есть если, допустим, меня в шортах поставить на берег Енисея сегодня, и минут 30 постоять, и поставить подготовленное тело, безусловно, я завтра подготовленное тело, я имею в виду моржа, который занимается закаливанием, понятно, то на завтра я буду лежать уже с температурой, я думаю, 39, потому что бактерии и вирусы, обитающие вокруг меня, они успеют мой сниженный иммунитет зацепить, а в то же время человек будет себя прекрасно чувствовать, это не значит, что он не подвержен заболеваниям. Просто холодовая травма для него более мягко переносится, потому что подготовленный организм. Виталий спрашивает, с какого возраста можно окунать в прорубь детей? Виталий, по поводу детей это вовсе катастрофа, потому что есть практический опыт окунания буквально младенцев в холодную воду, есть специальные системы подготовки детей, но здесь самый важный, главный принцип соблюдения поэтапности системы подготовки. При всех равных условиях, если даже все делать системно, поэтапно готовить, начиная с обтирания, короткого временного промежутка и так далее, нужно учесть, что в течение первого года у ребенка только становится система терморегуляции. Вообще у детей до трех лет точно состояние терморегуляции, оно может изменяться в пиковых режимах. То есть не устоявшаяся система терморегуляции, поддержание постоянной температуры тела и адекватной реакции на изменения окружающей среды, оно у ребенка не такое, как у взрослых. Соответственно, те системы подготовки, которые существуют у системы для взрослых, постоянное непрерывное системное воздействие холодового фактора, оно может сыграть злую шутку. Поэтому я считаю, что все-таки это вопрос касаемый той возможности защитить ребенка, потому что многие родители, которые закаливают своих детей с младших лет, они считают, что способны лучше и больше защитить. На самом деле среднестатистические показатели говорят об обратном, что примерно у всех одинаковая заболеваемость, примерно у всех одинаковая переносимость. Поэтому, на мой взгляд, достигая более-менее сознательного возраста, от 7 лет и выше, можно вести переговоры и привлекать, завлекать ребенка в этот процесс закаливания для того, чтобы он самостоятельно своей волей использовал всю ту систему, которую вы хотите внедрить или использовать для защиты, опять же, своего чада. У нас следующий вопрос. Елена спрашивает. Читала, что от резких перепадов температур происходят гормональные всплески, на которые можно подсесть. Это правда? Елена, это не совсем правда. То, что происходит гормональные всплески, это правда. То, что можно на это подсесть, это, наверное, неправда. Это, опять же, обман нашего мозга, который, получая определенные сигналы стрессорного фактора, в мозге могут вырабатываться, безусловно, так называемые гормоны, которые обеспечивают удовольствие. Это эндорфины, энкефалины и так далее. Но при использовании холодовой травмы это способно получать от этого удовольствие или, как вы это называете, подсесть на это. И холодовая травма – это взаимоисключающие вещи. То есть, правильное воздействие холодом, а именно процесс закаливания, потому что процесс закаливания тоже подразумевает наличие стресса. Но стресс является физиологичным, то есть, когда мы ощущаем какой-то холод, мы контролируем этот холод, то есть, постепенно привыкая к этому холоду, а не просто взяв неподготовленного человека, раздеть и бросить в прорубь, где температура воды примерно 2-3 градуса, и сказать, что он должен подсесть на это. Ни в коем случае. Мы прервёмся на ещё одну короткую рекламу. Напомню, телефон студии 2-59-59-00, тема программы «Моржевание». Я принимаю ваши звонки и отвечаю на все вопросы. Итак, «Моржевание». Мы сегодня говорим про это. Если вы находитесь за пределами Красноярского края или не успели к экранам своих телевизоров, то можете посмотреть программу на своём смартфоне на серверсе «Пирс ТВ». Итак, дорогие друзья, в предстоящую неделю, в предстоящий всплеск заболеваний простудных, поскольку неподготовленные мы с вами, те, кто не занимался до этого закаливанием, пытаются участвовать в праздновании христианского таинства, одного из самых главных – крещения, я хочу предостеречь вас от попыток заболеть. То есть, если вы всё-таки не занимались моржеванием и закаливанием или-или, то я бы настоял на том, чтобы ни в коем случае, повторю ещё раз, ни в коем случае не окунаться в холодную воду, которая на сегодняшний день, если мы говорим про Енисей или другие реки, водоёмы Сибири, у нас составляет около, наверное, 1-2 градусов. У нас есть ещё один вопрос. Дмитрий спрашивает, что будет с креофилом, если он навсегда откажется от купаний в проруби? Дмитрий, я думаю, ничего не будет, он проживёт прекрасную счастливую жизнь, рассматривая фотографии и видео того периода, когда он купался в проруби, потому что креофил, я полагаю, это человек, который системно занимается закаливанием или моржеванием, то есть подвергает собственный организм к воздействию низких температур, а значит, он готов. Но даже если человек этим занимается системно и при наличии есть сопутствующие заболевания, я бы всё-таки хотел предостеречь от фанатизма, рассказывая о том, что риск тромбозов и других острых процессов в почках, в сердце, в печени, в головном мозге, урологические заболевания, гинекологические заболевания, риск заболевания очень высокий. Инна спрашивает, моя бабушка решила на крещение впервые окануться в прорубь, ей 65 лет, как отговорить и полезны ли такие процедуры пожилым людям? Инна, конечно же, нет, конечно же, эти процедуры не полезны, здесь нужно всё-таки соблюсти от поговорить до запретить и каким-либо образом удержать, потому что в возрасте 65 лет, в любом случае изменённый гормональный фон, иммунный ответ, он является не таким, как у молодых, даже если брать при всех равных условиях впервые окунуться, всё-таки, я думаю, это будет тот стресс, который может спровоцировать в лучшем случае обострение тех или иных хронических заболеваний, а в худшем случае вызвать острые заболевания, потому что сам процесс окунания для неподготовленного человека в возрасте 65 лет, это будет холодовой травмой. Наталья спрашивает, на что, какие симптомы, в скобках, обратить внимание, чтобы понять, подходит человеку моржевание или нет. Наталья, я думаю, что таких симптомов нет, ещё раз повторю, если нет сопутствующих заболеваний, здоровый организм, то постепенно к системе закаливания его можно приучить, если в этом есть интерес. Но ещё раз, не нужно всё-таки во главу угла ставить, что процесс закаливания позволяет повысить иммунитет, позволяет избежать многих заболеваний, связанных с простудами и так далее. На самом деле, переменное воздействие тепла и холода, то есть мы знаем использование бани, системы бани и парилки, использование холодовых душев или моржевания, закаливания в перемешку, это очень полезно для реакции, тренировки сосудистой системы. Чаще это тренирует сосудистая система кожных покровов, подкожжировой клетчатки, которая оказывает, в принципе, благое влияние на общую систему организма, опять же, без фанатизма. Поэтому симптомов, таких, которые подходят или не подходят, Наталья, для человека их нет. Нужно будет обратить внимание только на наличие сопутствующих заболеваний, быть аккуратными с детьми, которые еще не были подвержены холодовой травме. Итак, дорогие друзья, моржевание и крещение – это не совсем совместимые вещи. Я еще раз хочу поздравить всех с наступающим праздником, одним из самых главных в христианской религии, и предостеречь всех, кто собрался окунаться в прорубь, не делать этого, потому что в Священном Писании есть и другие способы причастности себя к этому празднику. Всего доброго, до свидания, с вами был ваш Георгий Карапетян.